Ты беременна Неохота мне работать, только спать И теперь моя отмашка, я будущая мать Наедаюсь до отвала, все для малыша И растет, как на дрожжах, моя русская душа Что-то я и плачу, и смеюсь, и бывает Я от ванны задержусь Дорогой, все хорошо, все плохо Настоенье ответ не угадать, когда уже рожать Я беременна Я беременна Я беременна Эй, я беременна Всем привет, меня зовут Нила Маня И сегодня я хотела поговорить с тобой на очень личную, сокровенную для меня тему И поделиться с тобой ею Потому что я очень давно хотела это сделать Я ждала этого момента уже долгих, не знаю сколько месяцев Сегодня кроме меня, вас и моего кота, который гуляет где-то там, никого нет И в этой приятной дружеской атмосфере хочу начать свой рассказик Я беременна Поздравьте нас с Димой Где-то к концу февраля я начала пропадать Я начала себя плохо чувствовать, и сначала я не понимала в чем дело Потом все стало выясняться На самом деле я себя стала чувствовать настолько плохо, что я просто валялась целыми днями дома Спала С температурой У меня постоянно были всякие позывы и рефлексы, которые сопровождают беременных девушек В начале их беременности Но я об этом тогда не знала Я думала, что токсикоз и прочая атрибутика приходит позже Почему-то я думала, что когда у тебя большой живот, вот тогда-то приходит токсикоз Но я глубоко ошибалась И поэтому в первые месяцы я очень хотела что-то делать, но совершенно не могла И меня от всего тошнило Буквально от всего Даже от ютуба с инстаграмом, от телефона Что, малыш? Иди сюда, синтик Иди сюда Иди ко мне, маленький Не захотел В начале, когда мы только узнали о том, что мы беременны, мы были такие счастливые Но когда пошел этот трэш, я уже думаю, ну все, как это надоело И неужели так будет 9 месяцев? Я никак не могла к этому состоянию привыкнуть Но, слава богу, настал второй триместр Сейчас, получается, идет уже пятый месяц И для меня это так мило Потому что кто меня близко знает Тот знает о том, какой я была, не знаю, буквально 5 лет назад Я и предположить не могла, что у меня будет семья Что я захочу деток Я всегда, я просто обожала всегда детей Но я держала карьеру на первом месте Мне казалось, что семья, это довольно скучно А я такая особенная, должна заниматься музыкой и все дела А сейчас у меня настолько... Да, синтик, не мешай записывать Тихо! Переехали пару дней назад И кот никак не может привыкнуть к этой атмосфере Он все ходит, изучает В принципе, он уже свыкся с этой мыслью, что мы здесь надолго Но иногда его что-то напрягает И он вот так по-детски мяукает Хотя ему уже 2 года Ну что? Вот понимаете, да, что происходит? Синтик, не мешай! Ты, мяукий! Я снимаю видео, понимаешь? Он видел там камеру? В общем, по-моему, он не сильно понимает, что такое YouTube Что такое видео и как это важно Скажи всем привет, меня зовут Синт Синтик, ты меня с мысли сбил? Я не помню, о чем я говорила Нельзя кусаться А, я говорила о том, что я не думала о детях Я думала, в 35 я выйду замуж В 37 рожу первого У меня был такой какой-то европейский менталитет Но все поменялось И я этому очень рада Сейчас на меня нападут У вас есть котик? Он такой же псих, как наш Синт Причем сейчас Дима уехал на день Из-за того, что Димы нет, он ко мне пристает Он обычно со мной очень ласковый А тут у него вот этот адреналин прет И ему очень не хватает игр Отстань от меня! Нельзя! Видели его злой взгляд? Синт, дай снять видео Я не помню, на чем я остановилась На том, что я люблю детей Всегда любила У нас всегда с ними был классный контакт И они ко мне все время липнут Потому что у меня детский голос Это их притягивает Где-то в глубине своей души Я мечтала о том, что когда-нибудь У нас будут малыши с Димой Я этот момент оттягивала Знаете почему? Потому что это очень страшно И ответственно быть родителями Нереально ответственно И это ломка эгоизма А во мне столько эгоизма Я думала, что когда я выйду замуж Моя гордость, мой эгоизм Они перестанут существовать Но у меня такой классный муж Который меня просто носит на руках Боюсь, мне это все не на пользу А дети Это такие маленькие пупсики Которые полностью меняют Всю твою жизнь И меня это пугало Пока это не случилось с нами Меня это пугало Потому что это новое И очень интересное Когда я Диме рассказала Что у нас маленький малыш Что он еще такой крошечный Крошечный Дима прям проследился Потому что для него Это что-то вообще необыкновенное Я вам покажу Мою маленькую полосочку Причем я купила Какой-то дешевый тест Я же не думала Что он будет положительный Понимаете У других девчонок Они показывают Классные тесты С какими-то плюсиками Минусиками А у меня так все По-простому Как только мы узнали о малыше Мы сделали такую вот коробочку Куда будем складывать Наши накопления для малыша И где будут храниться Всякие мимимишности Например, первое УЗИ Когда мы сделали Когда мы впервые УЗИ увидели Мы это себе сразу же сохранили У меня вот идет уже пятый месяц И честно говоря Я думала, что я уже такой пузатик И буквально сегодня Встретилась со знакомой Которая мне показала Свои фотки на пятом месяце В четыре месяца Ее беременности И там уже такой большой пузян Вот А у меня в принципе Сейчас вам покажу Не знаю Будет видно или нет В принципе Вот Вот что-то, конечно, есть Не знаю Короче Дима говорит, что почти ничего и нету Мне кажется, единственное Я расширилась в ширь У меня поправились бедра Вот я сейчас надела джинсы Которые я носила В тот момент, когда я была Немного пухляшом И талия поправилась Когда я надеваю джинсы Мои худые джинсы Когда я сажусь Приходится их расстегивать Это не очень удобно И каждый раз, когда едешь Например, в метро И такой Ты-ды-ды-ды-ды-ды Ты-ды-ды-ды-ды Мне кажется Это выглядит довольно странно И я, конечно, шифрую Сделаю это максимально осторожно Но малыш Несколько недоволен А если малыш против То я как домик малыша Должна его слушаться Мы обожаем нашего малыша Мы еще не знаем Мальчик или девочка Напишите в комментариях Как вы думаете Мальчик или девочка У меня есть уже Свои предположения И подозрения Потому что однажды Увидела картинку Нашего с Димой дома Увидела наших детей Увидела старшую девочку И где-то на 3-4 года Увидела младше мальчика Увидела кота Вот этого нашего черного Увидела собаку Большую и белую И наш белый Очень красивый дом И тогда я поняла Что когда нашим детям Будет около 10 лет У нас точно будет свой дом И вот мне интересно Проверить мое введение На реальность Потому что по идее Мне кажется Что внутри меня девочка И по всем каким-то там Типа признакам Вот на сладкое Правда Меня только сейчас потянуло Хотя до этого Я была жуткая сладковешка А вот как уж будет Там на самом деле Мы не знаем Пишите свои предположения Тут внизу Обязательно Я знаю Что я просто могу молиться За малыша Благословать его Чтобы он родился Здоровенький Крепенький Чтобы он всегда знал Что он очень любим И был очень счастливым Ребеночком Прямо это моя большая мечта И я надеюсь Что мы с Димой Станем классными родителями Синтик Ну ты мешаешь У него пошел период Неадекватизма И я ничего не могу с этим поделать Я надеюсь Что он вам не сильно мешает По поводу стереотипов Связанных с беременностью Говорят Что тянет на огурцы На солененькое На что-то такое невероятно Необычное Что мужа беременной женщины Посылают в 3 часа ночи За какой-нибудь колбасой И прочее В моем случае Это абсолютно не работает То есть Меня тошнило От всего соленого Я вообще Не переносила На дух Запах соленых огурцов И остальных солений Я ненавидела Картошку Вареную И в принципе От запаха картофеля Мне тоже как-то Мне было очень неприятно Я ненавидела сосиски Меня очень сильно тошнило От газировки И когда Кто-нибудь пил Возле меня У меня прям сразу Начинало Подступать Тут Sorry Единственное Что мне нравилось Это овощи Фрукты Довольно все полезное Мне нравилось И слава богу Но это в первом этапе А вот сейчас Меня начинает нести И мне хочется всего И мне все вкусно Нет Вот те продукты От которых меня тошнило Они у меня так и остались Такими непригодными Для моего существования Но Я опять полюбила сладкое До этого я Не ела сладкое Меня стало тянуть на хлеб Хотя раньше не тянула Короче Вот эти все стереотипы Они на мне Наверное не сильно работают Потому что я Диму Особо не заставляла Куда-то специально ходить Единственное Мы каждый день покупали Практически одни и те же Фрукты Одни и те же Ну синтик Ну не мешай Пожалуйста Одни и те же фрукты Одни и те же овощи И раньше я обожала сыр Я просто сыроманка Я могла купить Кучу разных видов сыров И поедать их Мне даже не нужно было Их смешивать с макаронами Еще с чем-то Нет Просто могла Нарезать сыр И лопать его С удовольствием А сейчас Уже такого конечно нет Вкусовые предпочтения Но лично меня Они поменялись Конечно Что еще Тело Поменялось Щеки выросли Талия стала шире Бедра сразу Ух Баба-конь Появились такие бедра И Сейчас немного сложнее Подбирать одежду Я даже не могу Себя представить Совсем большим пузом Потому что Я даже не представляю Что я тогда буду носить Я мечтаю Чтобы у меня был Аккуратный животик И Те шмотки Которые у меня Такие широкие Оверсайз Они Прекрасно подходили Под мой животик Синтик пошел Какать Теперь я поняла Плюсы и минусы Домашние съемки Сейчас он покакает Вы слышите это, да? Но Синтик очень сладкий На самом деле Он меня постоянно веселит И когда мне грустно Я могу например Расплакаться Я еще та плаксала Знаете И он приходит ко мне И Обнимает меня Ребят Пока он делает Свои грязные делишки Расскажу вам Мы в такой классной Квартире сейчас живем Я просто в восхищении И С квартирой были Такие разные чудеса Я находила Хорошие варианты Прям возле метро Вот то, что Нам было нужно Недорогие Стильные Квартиры Классные Но каждый раз Что-то не складывалось И причем Я была в таком Прям мучительном Поиске Простите Пожалуйста Синтик Ну прегради Я была в мучительном Поиске А Дима Смотрел Так Вот Иногда Посматривал И Однажды Дима прислал мне Объявление С очень крутой Квартирой И сказал Эта квартира Будет наша И я так удивилась Думаю Она слишком Крутая Она дорогая И вообще Не знаю Стоит Не стоит Но когда мы приехали Нам все очень понравилось Нам понравились ребята Которые здесь Ну чья это Скажем Квартира И все настолько Круто сложилось Потому что Нам здесь Очень комфортно Поэтому мы Очень счастливы Если вы хотите Посмотреть Рум тур Вы мне писали Об этом в инстаграме Что хотели бы Посмотреть подобное видео Я вам обязательно Сниму И с большим удовольствием Мне осталось Правда Вот Раз сумочка Два сумочка Две эти сумки Разобрать Я конечно Сейчас их спрятала Никто их не видит Из вас Но они есть Две сумочки Разобрать И можно снимать Так Что же вам еще Рассказать про беременность Мы еще не знаем Где мы будем рожать Если вы Уже рожали И может быть Относительно недавно И вам понравился Какой-то центр Или понравился роддом Обязательно Напишите мне внизу Расскажите Потому что Мне все это Очень интересно И по прописке Мы ездили в наш роддом Где вот я прописана И в принципе Мне там все понравилось Я вот раньше Думала о том Что надо платно Надо платно А посмотрела Этот роддом Он такой новый Его только-только Построили Там Очень хорошее Обслуживание Очень хорошие врачи Они такие Улыбчивые Очень адекватные Не знаю Я прям не ожидала Потому что Обычно Обычно Я видела только совок А здесь Это вообще не совок Все комфортно Классные условия Можно рожать с мужем А мы хотим рожать с мужем вместе Вот такие новости Люблю вас Вы крутые Я надеюсь Что вы рады И поздравляете меня Ху-ху Тут должны быть сейчас шары Должен быть фейерверк Но мне кажется Это чудесное событие И мне кажется Хомячок очень рад Что про него уже рассказали Он уже давно Я его ждал Так что В ноябре премьера Ждите Подписывайтесь на мой канал Что там еще нужно сказать Давайте Хорошего дня Пока Я беременна Ты беременна